Забуза и Хаку Ниндзя не должен искать причину, чтобы жить Он должен служить инструментом своей страны Все ниндзя подсознательно живут с этой мыслью Услужив Адлет Какаши, Наруто был сильно впечатлен жизнью Забуза и Хаку Он был полной решимости двигаться своим собственным путем ниндзя Так, что же хочу сказать на данном этапе Мне не нравится то, что идет глобальная цензура крови То есть, ну вот это черные чернила, машина масла Это что-то совсем уже угоновыходящее И я поставил в настройках это никак не изменить То есть, раньше помню, по-моему, в Шторме втором Или же в Шторм Революшн Там было то, что можно было выбирать цензурный режим И бесцензурный, но по итогу Имеем только это Ну и также мне не нравится то, что тут чисто просто Какие-то слайд-шоу Ну то есть, ну это вообще как-то Они взяли кадры просто за аниме Так еще и именно кадры, а не вырезки там анимаций Короче, печально В Канохе настал день экзамена на Чунинов Наруто и другие ребята прошли первый этап И отправились в лес смерти, чтобы приступить ко второму Им предстоят захватить свитки Испытание могло стать смертельным Если бы что-то пошло не по плану Во время выполнения этого здания На Наруто, Саски и Сакура Наполнял обычный ниндзя Рочимару Наруто потерял сознание А Саски был заклемен проклятой печатью Рочимару После чего он тоже потерял сознание Сакура лихорадочно лечила раны Наруто и Саски Когда на них напали ниндзя звука Поставив их в безвыходное положение Но Саски вскоре пришел в себя И воспользовался силой проклятой печати Чтобы отбросить врага Я бы не сказал, что отбросить А поломать Даже этих битв нет Да вы рофлите А, ну понятно, потому что Команды звука ее вообще нету Как персонажей К сожалению Блин, они столько упустили, конечно Да, это печально Кстати, а если... А, все, понимаю Это грустно, это грустно Серьезно Много упустя Могли добавить еще у меня Сложки Это, благодаря этому, и снау и снау и снау, и с другими странами, которые были приняты, и с другими странами, и они в том, что они были в журнале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Эрн Эрн?! Хехехехе Кстати, напишите в коментариях Интересное вам будет чтобы я озвучил вот эти диалоги именно в таких живых концерах там, этот голос как я понял Хагорома Эрн Хотели бы чтобы я тоже озвучил Наигу Наруто Это Наруто Ты ваша роман Буду озвучивать это Потому что сейчас пока что я решил, что нет Озвучу только вот эти вот моменты Так, дальше у нас получается Основные эпизоды 9 из 14 Ну попробую в общем до конца В первой части пройти Эту главу Генины, кроме тех, что из команды 7 Также показали весьма примечательные результаты Во время экзамена на Чоунинов Рок Ли, член команды 3 Использовал сверхчеловеческое Тайзюцу в бою коман... Стоп, команда 3, у них есть номер Я все время думал, что это просто команда Гая, ладно Использовал сверхчеловеческое Эй! Столкнувшись с Наруто, Нэйджи понял, что может изменить свою судьбу Я не успел прочитать Вы серьезно? Простите, пожалуйста Я отвлекся на удивление Киба из команды 8 потрясающе сработал со своим псом Акамаро Пока Шинабурама использовал против соперника Ниндзюцу для управления жуками Хотя Хинато проиграл Нэйджи Поддержка Наруто помогла ей не сдаться И дойти до самого конца До больничной койки Шикамару Нара из команды 10 Сторожался с блестящей изобретательностью В то время как Чоуджи Акимичи Использовал тайна это Адзюцу Чтобы впасть в ярость Инна и Монако сражалась на равных против Сакуры Стараясь за то, чтобы сдать экзамен на Чоуина В Гиги на Канохе приобрели большой опыт Ну Да, наверное Первый такой большой опыт в жизни это точно Главное, я что-то открываю, а мне это нравится Так что Переходим К уже более-то эпичным и печальным вещам Техника призыва Трехголова змея Техник Техник Продолжение следует... 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 Вау, не плохая техника, так как у нас огонь, хорошо. Нет, давай ей кто-то поболее активнее. Еще раз, давай, о, уже можно, давай, аээ, дед, чё ты за руку в спиртар? Я не хотел сделать комбо, а ты. Иди. О, это техника всех элементов. В твоей душе лишь тьма, и я накажу тебя за это. Что, а где великий крик Речмара? Он погибает. Ну, ладно. Чё? Ну, ладно. Почему? Ну, хорошо. Чё? 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 Дж– Чё… Орочимару! Анау селивши Старшин Всех бессмерт Валерий Валерий Та ему был прикуле момент когда он говорит то что Все жители утеревают его и семья так ну и скорее всего будет бой с гарой что же давайте-ка это ставлю же на следующую серию потому что я думаю ну для первой серии уже довольно таки много вместо этого я пойду и построю что-нибудь другое что же давайте послушать у нас еще есть что я такое могу показать вам особый сюжет я буду проходить уже потом после всей истории вот в целом что-то из интересного это конечно же что на костюмы теперь стали делать это отдельные цвета это конечно не такая крутая штука выше цвета ну чисто вот когда один игрок выбирает еще два игрока выбирает одного персонажа ну в целом допустим ты туда прощая имба так а давайте я так и сделаю потому что костюм красивый понятно что пока что на денежек мало ну блин вот это классно вот знаете что я вот о чем хотел ну ладно не на каждого на большинство персонажей вот такие вот костюмы разнообразные типа вот вот пусть ковбоем будет дейдара еще допустим и вот пусть кисама будет пиратом ну ребят это же был бы просто замечательно почему они этого не делали на одного народа просто вот миллион каких-то вот костюмов а вопрос зачем давайте сейчас просто дойдем до той же сакур а ладно и сакур самурай раньше такого вроде не было неплохо вот так а что же есть давайте ну вот опять же давайте найдем краски горюк сам мальчики сам и найти так вот стоп ссори сам давайте просто меняется облачко костюм шляпе где меняется облачко и его костюм и деревне и все как бы не так много прикольно можно было придумать так что мне за аксессуар да и зачем купил ушки что недоступно это маска хаку а отлично на лицо надеть плечи что-то пастись моих гости куда еще купил так здесь поедине что еще должно быть вода меч палача не еще по моему косой этого выдавалась за за предзаказ вода сахидана и меч но боку о прикольно с этим все хвосты вот это интересно 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 то же самое на самом деле был и в шторме революшнс так что я особо не удивляюсь а тут у меня что то есть привет для подмена тоже интересная штука плане кастомизируйте каждая персонажа чтобы он не просто пенек и что-то прикольное плюшевые до хвостат и вот ну это тоже конечно можно настроить так это не за виды карт больше чем никогда не интересовали записи интересно когда они активируют не понравилось что здесь появились вот позы то есть ты сам можно строить себе позу в которой персонажи будет завершать бой это очень круто давай опять же по стрелке самое извините что такое говорю просто любимый мой персонаж сейчас вместе с ней же ну вот это не такая улыбочка да буду копить на эту позу но это вообще ни о чем даже это больше крутая чем вот это вот это прямо фон сетевого меню но сетевое меню мне кажется особо так особые сообщения марки марки что что это вообще такое это видимо для каких-то сетевых штук ладно хорошо вот да это так опять же говорю интересно очень вкладка с энциклопедии то есть про каждый персонаж можно прочитать ну давайте про ассуру допустим вот это идем после прохождения будет тут немножко рассказывать история кто как вот про техники рассказывается ссылки на это отлично это интересно так тут у нас что он тут все точно так же выживание турнир дуэль лига тренировка мило собственно стройка персонажей создания команды все точно так же как шторм революшенс я прям помню ну по сути не просто соединили вот игры что допустим могу поставить на кисла ушки могу и мачо она это потому что как я понял как снять вот здесь вот так на лицо да ну в целом тут можно будет покопаться чем-нибудь понапридумывать а ему нельзя будешь у него меч понял целом как то что туда можно будет не у него вода вот это все правильно оставляем ну реально они просто соединили чтобы революшен что в 4 еще некоторые фишки добавили но пока что на самом деле вчера при первом запуске меня игра очень радовала сегодня же при повторном немножко огорчает в том плане что ну не знаю хотелось бы больше инклюзивности для этой игры а так это просто копирка с новыми персонажами допустим ладно это просто вот копирки старт персонажей с новыми модельками это новые персонажи тут тоже копирка копирка там народа допустим новый барион хорошо там ваги тоже но у метуки новые способности ну блин все это в любом случае у нас уже было еще мне понравилось то что можно настраивать особо условия допустим реально играешь другом и делаешь как будто бы сбиты там включая шкалу там чтобы он не мог допустим накапливать что-то но это прям отлично это интересно ну и довольно забавное это вот мастерство персонажей так получается пока что допустим за джига ой за джиге она играла то есть тоже можно получать всякое за них просто играя и это прикольно это прикольно в целом пока что ну так где-то на восьмерочку игра тянет но так как лютый фанат шторма я очень доволен вот что же с вами был скеттла увидимся в следующей части прохождения как вообще в целом то что я начал проходить эту игру пишите в комментариях многое для этого подготовился потому что раньше я не мог спокойно записывать теперь думаю смогу как то так вообще что вы думаете об этой игре как вам эпизоды которые мы с вами прошли как их реализовали черная кровь пишите обо всем это в комментариях делитесь видео с друзьями ты тоже возможно любит наруто любит игру шторм не прошу ставить лайк там еще что-то это так что комменты даже на самом деле для меня важнее чем лайки что вот я положил начало прохождение наруто шторм ой извините наруто икс боруто шторм connections будем проходите дальше пройдем всю эту историю и будем ждать киктайм ивент уже в первую босс битве это видимо будет наруто против гара то что я помню что в втором первом краски и было битвы все любите жизнь и всем пока даты байо а